Ну что, ребята, снег вообще хорошо. Зима. Крестьянин торжествуя, залез в тулуп и в хер не дует. В хер-то мы дуть не будем, будем заниматься физической работой. Так что давайте будем посмотреть. Приехал на дачу в 9 утра. Смотрим температурный режим. За бортом у нас минус 4 градуса. Но вполне хорошая, комфортненькая погода. Все здорово. Буду загонять машину вовнутрь. Немножечко раскидаю снег, чтобы не мешал. Потому что зима впереди, нападает. Потом сложнее чистить, как обычно. Растопил печку. Пошел дымок. И оживает сердце дома. Так что протоплю, будет тепло. И комфортно. Ребята, привет. Наступила зима. Дачники и огородники Сиаруси приветствую вас на своем канале Васильевич на даче. Снега подкидало достаточно много. Надо заниматься тем, чтобы проходить к дому, проходить к туалету и все остальные вещи. Деньги до сих пор на строительство курятника сарая еще не скопил. Но, ребята, я их вкладываю в банки. И обязательно лайффак покажу вам, в какие банки я раскидываю деньги, для того, чтобы получить быстрые проценты. Это вы, наверное, увидите после того, когда я приеду в город и покажу вам эти прекрасные государственные банки. Ребята, в момент отдыха между тем, как чищу снег, хочу вам дать один маленький совет. Сейчас на рынке и в магазинах куча лопат, для того, чтобы убирать снег. Но я вам рекомендую покупать одну лопату, которая сделана из рельсовой стали. Все вот эти вот пластики с отбойником из алюминия, это просто на самом деле трата денег. Хорошая лопата из рельсовой стали, которая есть у меня, она мне уже прослужила ни много ни мало 8 лет. Ничего с ней не случилось, она может и лед колоть, и снег убирать, любой, твердый, мягкий, все, что хотите. Поэтому не тратьте деньги, ищите в магазине лопату из рельсовой стали. И на лопате, она, именно на самой лопате пробиты буквы «рельсовая сталь». Сейчас покажу. Вот как это выглядит. Написано «рельсовая сталь». Так оно и есть. Поэтому покупайте только такие лопаты. Они прослужат долго и будут очень надежными. Ну что, ребята, с помощью двух рук и хорошей лопаты из рельсовой стали очистил площадку для того, чтобы поставить машину. Машина на месте, и голова не болит. Ворота закрыл, и все хорошо. Ребята, финальная часть моего ролика. Приехал домой. И, как обещал, хочу вам показать те чудесные банки, в которых нужно хранить сбережения. Вот эти прекрасные банки. Там мелочь, которая остается у вас с магазинов, прочих мест, когда дают мелочь после расчета наличкой, вкладываем банки. И таким образом будем копить на строительство сарая курятника. Упаковано, никакая денежная инфляция, или же... Не надо это. Ну, последок, хочу пожелать всем здоровья. Пока. И надо больше отдыхать.